Всем большой пламенный привет из деревни. Сегодняшнее видео будет об интернете в деревне, о том как осуществляется коммуникационная связь в деревне. Об этом поговорим. Начнем с того, что здесь вообще связь мобильная плохая, неустойчивая. И когда на нашем мобильном устройстве находится на шкале всего лишь 2-3, а то бывает и одно деление шкалы антенны, это говорит о том, что связь тут очень плохая, неустойчивая. И поэтому выжать интернет из этой связи достаточно трудно. Поэтому пришлось установить антенну для приема интернета. Вот на крыше вы видите антенну. Это 2G антенна. Вот она. Залез на крышу и прикрепил ее там с помощью каких-то уж не помню шурупов, гвоздей, саморезов. Так вот установил антенну на крышу, провел антенный кабель в комнату, в дом. Но куда его подключить? Как мы знаем, на самом модеме, на устройстве, которое у нас осуществляет прием интернета, прием радиосигнала интернета. Вот он, модем МТС. На нем, как видно, некуда подсоединить антенну. Нет разъема для подключения антенного штекера. То есть, допустим, мы можем использовать модем и принимать интернет, но подключить антенну внешнюю мы не сможем. То есть, в самом модеме встроена антенна, но она не осуществляет той связи, которая нам необходима. То есть, нам необходимо усилить связь. Для этого я подключил, установил и подключил, провел антенну, антенный кабель. Но вот задача номер 2, это подсоединить этот кабель к модему. Раз на модеме нету гнезда нигде, вот мы видим, что никакого тут штекера, ничего не предусмотрено. Хотя есть, конечно, некоторые модемы, где есть возможность присоединить антенный кабель. Но вот на этом нету. Поэтому пришлось сделать шаг номер 2. Чтобы подключить к модему внешнюю антенну, я приобрел вот такую вот чудо-коробочку. Не знаю, как точно она называется. Но вот первоначальное название такое у нее будет. То есть, это вот коробочка, сделанная из какого-то тут алюминия, дюралюминий. В ней вот такая вот медная пластина вот находится, в которую вставляется, зажимается вот этот вот модем, который я показывал. Таким вот легким движением руки вставляется сюда модем. Вот он теперь вставлен сюда. И сейчас, и сейчас, вот уже можно подключить к этому вот штекеру, вот сюда вот, вот эту антенну, то есть, разъем антенны. И все, закрываешь крышечкой, скрепляешь это все вот этими винтами, которые идут в комплекте. Сейчас я закручу, закреплю. Ну вот, все, скрепил эту коробочку, стянул винтами. Модем установлен внутри. Сейчас вот к этому внешнему разъему подключим кабель антенны и установим к ноутбуку. Ну все, вот я подсоединил антенный кабель и можно в разъем USB компьютера установить вот этот модем с антенной. Так, все, установил я модем. Сейчас компьютер должен определить. Вот здесь монитор. То есть, за место монитора телевизор. Вот видим кружочек ожидания. Сейчас появится новое устройство. Компьютер должен его определить. Определяет. Вот видите, инициализация устройства пошла. И автоматически программа Connect Manager определяет, что компьютеру подсоедину новые устройства. Сейчас тут минутка ожидания. Все, устройство определено. Вот сейчас нажимаем кнопочку подключить. Подключение к МТС интернет. Все, мы подключены к сети 2G. То есть, 3G здесь не работает. Об этом можно пока и не мечтать. Но вы видели, что при такой неустойчивой связи, когда и телефон на эту связь прихрамывает, то уж надеяться в высокоскоростном интернете это уже фантастика. Фантастика. Ну, хотя бы и так. Хотя бы и уверенный 2G. Как мы видим, вот тут вот есть шкала. Уровень сигнала 98%. То есть, для 2G это практически идеальный сигнал. Так вот здесь вот, ну, наверное, на камере не видно. Ну, я просто прочитаю. Текущая скорость приема 180 кбит в секунду. Передача 24 кбита в секунду. Ну, то есть, довольно-таки сносно. С таким интернетом, конечно, особо видео не поскачиваешь. Так, ну вот я загрузил страницу YouTube. В принципе, этой скорости 2G хватает, чтобы что-то загружать, что-то просматривать. Конечно, закачивать или скачивать большие продолжительные видеоролики, это довольно-таки затруднительно. Ну, то есть, на это это возможно, но на это уйдет очень много времени. Ну, как я уже говорил, я езжу регулярно в город. То есть, я могу спокойно в городе что-то загрузить. Или же выкачать. А вот что-либо просматривать, читать тексты, фото. Это вполне реально. Вполне реально и смотреть видео на YouTube. Но очень-очень в низком разрешении. Там 160 или 260. Вам видно, что интернет в деревне работает. Вот я загрузил страницу YouTube. Ну, и все остальное можно загружать, просматривать. Ну, все. Я показал, как осуществляется интернет в деревне. Показал, как работает антенна, модем. Как это все включается, выключается. На этом видео можно закончить. Ждите следующих видеороликов, которые, надеюсь, я сниму про жизнь в деревне. Ну, а теперь, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok